Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время» об основных событиях в городе и районе. В студии Татьяна Бауэр сегодня в выпуске. Еще немного, еще чуть-чуть. Районные власти заканчивают зачистку городских территорий от незаконных объектов. С чего мы можем начать? Чтобы их можно было демонтировать и увезти на нашу стоянку, куда мы свозим нестационарные объекты, незаконно размещенные. Если кто-то, кое-где у нас порой, правоохранители взяли под стражу руководителя управляющей компании, приступивший закон. УКСЦ продолжало направлять в адрес жителей вышеуказанных домов квитанции об оплате коммунальных услуг на расчетный счет ОПО УКСЦ, в связи с чем жителям домов причинен учетно. Предание старинной глубокой. Мышицкая хранит память не только о старинной усадьбе, но и о временах неолита. Трижды находились заготовки скобеля, то есть такого инструмента, который древний человек делал из камней, чтобы скоблить шкуры животных. Об этом и другом в течение ближайших 30 минут. И теперь подробности. Сегодня в Солнечногорске демонтировали одни из последних нестационарных торговых точек. Сделать это пришлось администрации района, поскольку на письменные уведомления о том, что объекты установлены незаконно и, следовательно, их нужно снести, хозяева не реагировали. В состав группы, занимающейся демонтажом, вошли представители управления потребительского рынка и услуг, службы региональной безопасности, члены народной дружины и полицейские. Демонтажом нестационарных торговых объектов районная администрация занимается с весны текущего года. Сегодня в рамках этой работы начали демонтаж палатки Шаурмой около станции Подсолнечная. К нам обратилась РЖД с просьбой демонтировать эти объекты, потому что они здесь также располагаются незаконно, а территория – это железные дороги. В настоящий момент мы будем осуществлять принудительный демонтаж этих объектов. Посмотрим, с чего мы можем начать, чтобы их можно было демонтировать и увезти на нашу стоянку, куда мы свозим нестационарные объекты, незаконно размещенные. Сначала отключили электроэнергию, затем осмотрели помещение внутри. Разобрать такой павильон сразу довольно сложно, поэтому члены рабочей группы решили демонтировать его до состояния, при котором торговая деятельность невозможна. Чтобы забрать товары и оборудование, к палатке подъехал хозяин. Он пообещал самостоятельно ее разобрать. Работы перенесли к торговым точкам около супермаркета «Атак». Палатки у «Атак», которые ссылаются на то, что у них заключен договор с собственником этой земли, но дело в том, что получается, что собственник этой земли устроил себе незаконный стихийный рынок, поставил несколько палаток и взимает с ними арендную плату. Земля у него – это не целевое использование земельного участка. Земля у него под общественно-деловое гражданское строительство, магазин его построен. Ради бога, если он хочет еще что-то на этой земле построить, пускай получает в официальном порядке разрешение и строит. Из трех палаток у «Атака» одну вывез собственник. Еще две демонтировала рабочая группа. Таким образом, сегодня в Солнечногорске ликвидировали практически все незаконные торговые палатки и гаражи «Ракушки». В ближайшее время эту работу начнут в других поселениях района. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 16 сентября сотрудниками правоохранительных органов был задержан исполнительный директор управляющей компании Солнечногорская служба эксплуатации Сергей Богатов. В чем обвиняется руководитель самой крупной УК в районе? Смотрите в нашем репортаже. По данным городской прокуратуры, 1 февраля жильцы дома номер 50 по улице Обуховская приняли решение создать ТСЖ. О чем они уведомили управляющую компанию КССЭ. Жители объяснили нашей съемочной группе, чем не устраивала их эта управляющая компания. Подъезды были в отратительном состоянии, дверь у нас не закрывалась, были окна разбиты. По данным прокуратуры, несмотря на уведомления со стороны ТСЖ, наш дом Обуховская, 50, УК ССЭ все равно продолжала направлять в дом квитанции на оплату услуг ЖКХ. А значит, на расчетный счет управляющей компании продолжали поступать денежные средства от жильцов. Городская прокуратура увидела в этих действиях преступный умысел. Совершив таким образом в период с 1 февраля 2014 года по 31 июля 2014 года хищение денежных средств в размере более 1 миллиона рублей, принадлежащих ТСЖ, наш дом Обуховская, 50. И причинив уже указанному товарищу собственников жилья, материальный ущерб в особо крупном размере. По данному факту, отдел МВД России по Солнечногорскому району 22 августа этого года возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования была установлена причастность исполнительного директора управляющей компанией ООО УК СССР Сергея Богатого к совершению данного преступления. В рамках уголовного дела 16 сентября он был задержан. Также городской прокуратурой в ходе проверки в 2013-2014 годах были выявлены дополнительные факты нарушения законодательства со стороны УК СССР. Так, жильцы дома номер 31 по улице Почтовая и дома номер 15 по улице Вертлинская приняли решение сменить управляющую компанию. Отправили УК СССР уведомление и заключили договор с другой управляющей компанией. Но руководство УК СССР проигнорировало решение жильцов. Однако, акционерным обществом УК СССР продолжало направлять в адрес жителей вышеуказанных домов квитанции об оплате коммунальных услуг на расчетный счет ООО УК СССР. В связи с тем, жителям домов причинен ущерб на сумму более 70 тысяч рублей. По данным районной администрации, управляющая компания УК СССР одна из самых крупных в районе. Обслуживает 118 многоквартирных домов. И эта же компания лидер по числу жалоб. На протяжении многих лет жители платили за коммунальные услуги, но им не предоставлялась, к сожалению, та услуга. Не убирался снег, не ремонтировались кровли, не ремонтировались балконы, не делалось ремонт подвалов, обслуживание придомовой территории. На протяжении нескольких месяцев, на протяжении года госжилинспекция тоже работала по этой компании. По результатам проверок в отношении компании УК СССР госжилинспекция возбудила 30 административных дел, на основании которых наложено штрафов на сумму 835 тысяч рублей. Мы не допустим приход таких недобросовестных компаний на этот рынок. Тем более, сами все мы знаем, что эта компания попала в черный список компаний по Московской области. Татьяна Бауэр, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Мы продолжаем знакомить вас с результатами выборов Совета депутатов поселений Солнечногория, которые прошли 14 сентября. Накануне территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов в поселениях Ржавки и Луневское. В городском поселении Ржавки наибольшее количество голосов набрали по многомандатному избирательному округу номер один Наталья Бычкова, Андрей Голубь, Елена Кислякова, Владимир Мандрикин, Николай Зиновьев. По многомандатному избирательному округу номер два Любовь Игнатова, Евгений Стрибков, Константин Лебедин, Елена Филимонова, Виталий Уваркин. В сельском поселении Лунево наибольшее количество голосов набрали по одномандатному избирательному округу номер один Василий Мерзликин, по округу номер два Татьяна Громыкина, номер три Сергей Головатюк, по округу номер четыре Татьяна Игнатенко, по округу номер пять Виктория Зыкова, по округу номер шесть Любовь Мустафинова, номер семь Клавдия Кустовинова, по округу номер восемь Елена Петрова, по округу номер девять Татьяна Смоленская и по округу номер десять Владимир Козлов. А теперь время рубрики «Солнечногорью» – 85 лет. Эту дату район отметил в конце августа. Сегодня мы вам предлагаем окунуться в богатую историю села Мышицкое. В этом месте жил знаменитый поэт Денис Давыдов, владелец золотых приисков Платон Голубков, а входящие в усадебный комплекс «Круглое озеро» исчисляют свою историю миллионами лет. В этих местах люди селились издавна. Так археологи в прибрежной зоне озера Круглое открыли стоянку людей времен Неолита – последней эпохи каменного века. В это время древний человек научился изготавливать каменные, шлифованные и просверленные орудия. «Здесь, купаясь, нужно смотреть себе под ноги. Если вы видите плоский какой-то камень, поднимите его. Я была свидетелем, когда трижды находились заготовки скобеля, то есть такого инструмента, который древний человек делал из камней, чтобы скоблить шкуры животных». Примерный возраст таких находок – 6 тысяч лет. Кстати, археологи установили и происхождение самого озера. Оно образовалось после схода ледника несколько миллионов лет назад. Тем самым они опровергли легенду о том, что озеро появилось после падения метеорита. Местные краеведы утверждают – вода в озере целебная из-за содержания в ней радона. Вообще этот газ считается радиоактивным, но в небольших дозах он полезен. На южном берегу озера археологи открыли селища и курганы Вятичи. В 17 веке эти земли входили в дворцовую водчину. В 1630 году их выкупил князь Ефимий Федорович Мышицкий. С тех пор село так и стали называть – Мышицким. С 1674 года землями владел сын князя Яков. При нем в селе построили одноглавый каменный храм в честь покрова Богородицы. Его дочь уже Якова, Настасья Яковлевна, вышла замуж за Алексея Кирилловича Нарышкина, дальнего родственника, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I. А вот его сын Семен был даже фаворитом Елизаветы Петровны, то есть Семен Нарышкин. Но он предпочитал жить в Петербурге, и потом эти земли он продал владельцу Степанову. От Степановых усадьба перешла героем Великой Отечественной войны поэту Денису Давыдову. В 1832 году Денис Давыдов, выйдя в отставку, окончательно поселился в усадьбе Мышицкое и занялся литературной деятельностью. В одном из писем к друзьям он писал. «Приезжай в мое Мышицкое. Теперь осень. Мы с тобой погуляем за зайцами и даже за медведями, коих у меня больше, нежели зайцев». В один из таких приездов друзья Дениса Васильевича вокруг усадебного дома посадили именные дубы. К сожалению, до наших дней ни барский дом, ни дом прислуги не сохранились. Лишь за частным забором можно разглядеть три вековых дуба, доживших до нас со времен Дениса Давыдова. В 50-х годах 19 века усадьбу выкупил Платон Васильевич Голубков. Платон Васильевич с детства провел в большой бедности. Сам выучился грамоте. «Он сумел заработать очень колоссальное состояние тем, что были открыты залежи золота на Енисеи. Он стал безумно богатым человеком, но и много денег он тратил на благотворительность». В своем имении в селе Мышицком он перестроил Покровский храм. До наших дней дошел лишь новодел, возведенный в 2003 году и значительно отличающийся от храма, построенного Ефимием Мышицким и перестроенного Платоном Голубковым. «Тогда он имел характер уже большого возведенного храма, пятикупольного, золоченым куполом. Наполнение его было богато, было очень много привезенных икон в серебряных и золотых окладах. Голубков был известный путешественник, он собирал святыни для этого храма. И его участием в храм имел очень красивое внешнее наполнение». Таким красивым и величавым храм простоял до 20-х годов XX века. В 1918 году его закрыли. Настоятеля храма, священника Сергея Третьякова, арестовали. «Он мужественно и стойко принял все испытания и 13 октября 1937 года был расстрелян на Бутовском полигоне». Какое-то время храмовое здание использовали под клуб, потом под контору колхоза. А к 1941 году его разобрали. Сегодня от некогда богатого усадебного комплекса в селе Мышицкое остались лишь озеро Круглое, несколько вековых дубов и вновь воссозданный Покровский храм. Все эти крупицы богатой истории не охраняются. Село Мышицкое не имеет статуса памятника федерального или регионального наследия. И сегодня история былых времен бережно сохраняется силами настоящих энтузиастов – солнечногорских краеведов. Татьяна Баур, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте тройной wsun.tv.ru Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 19.30. Кроме этого, в субботу в 19.30 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас впереди ждет прогноз погоды. А я на этом прощаюсь. Желаю вам всего доброго и удачи в наше время.